Марафон Победы начался в музее боевой славы клуба «Форпост». Участники – работники «Севкомнефтегаза». Осмотрев экспозицию и проникшись величием подвига, совершенного нашими предками, в годы войны, участники отправились в путь. Мы проводим корпоративный челлендж «Марафон Победы». Это акция, которая проводится в маждабах всей компании «Роснефть», то есть по всей России, во всех городах, населенных пунктах, где расположены предприятия компании. И, конечно, эта акция, она и для того, чтобы показать, что мы помним, ценим подвиг наших предков во время Великой Отечественной войны, и для того, чтобы показать, что наш коллектив привержен идеям здорового образа жизни. Старт дан. Впереди дистанция протяженностью 5 километров. Их можно преодолеть как бегом, так и на велосипеде. В маршруте улицы Нефтяников, Молодежная, Набережная завершился марафон на площади Воинской Славы. Марафон прошел очень здорово. Хорошо, что мы собрались с коллегами. Открыли и велосезон, и беговой. Тучи над нами собирались весь день, но дождик не пошел, и уже даже видно, что светит солнце. Так что прекрасное начало и велосезона, и приуроченное к празднику. Многие губкинцы останавливались, сигналили, махали руками. Кто-то даже выглядывал из окна, кричал приветствия. Я думаю, что, конечно, немножко оживили, взбодрили сегодняшнее утро и зарядили наших губкинцев на спорт, на здоровый образ жизни. Ну и также почтили память Победы. Почтили Победу и участники конкурса детских рисунков. Фойе здания «Севкомнефтегаза» для юных художников и их родителей организовали тематическую инсталляцию. Каждый мог окунуться в атмосферу тех лет и сделать фото на память. А после в торжественной обстановке наградили участников и победителей конкурса. День Победы – это очень важный праздник для нашей страны, потому что те, кто воевали, они, получается, выиграли, и поэтому сейчас мы так живем. А рисунок я такой нарисовала, потому что там вечно огонь изображен. Ну и это тоже, как можно сказать, символ Победы. Я люблю рисовать. Вдохновило меня то, что мы празднуем замечательный праздник 9 мая. И мой рисунок похож на открытку, которую можно отправить по почте тот, кто участвовал в войне. Такие конкурсы, конечно, нужны. Это преемственность поколений, чтобы нынешнее поколение, которое не застало войны, все равно помнило о подвигах тех, кто был в то время тяжелым. Павел Науменко, Олег Короткевич, Михаил Марков, Данила Индюков. Новости Губкинского.